Всем здравствуйте! Меня зовут Константин Рябинин, я являюсь кандидатом физико-математических наук, доцентом, доцентом кафедры математического обеспечения вычислительных систем Пермского государственного национального исследовательского университета. И сегодня мы с вами поговорим о фрактальной размерности. Вообще в математике для описания мира вокруг часто используется понятие размерности. Так, например, плоские объекты называются двумерными, объемные объекты называются трехмерными. Но что же такое эта размерность? Зачем она нужна? И как она согласуется с реальной окружающей природой? Давайте разберемся! Начнем с простого, с точки. Точка – это математический объект, характеризующийся только лишь положением. И у нее как бы нет размерности, нет характеристик ее протяженности. О точке говорят, что размерность ее ноль. Но сделаем из точки отрезок. Выстроим множество, бесконечное множество точек в одну линию ограниченной длины. У этого отрезка будет размерность единица. И мы говорим, что у отрезка есть длина, то есть его протяженность характеризуется длиной. Следовательно, отрезок – это одномерный объект. Далее, если мы из отрезка сделаем кусочек плоскости, у этого кусочка будет уже ширина и высота. И размерность его равна двум. То есть это объект двумерный. Теперь, если мы добавим еще и глубину, мы получим трехмерный объект, кусочек трехмерного пространства. У него размерность равна трем, то есть ширина, высота и глубина. Но что же делать, если объект у нас какой-нибудь произвольной формы? Вот здесь, например, мы можем видеть в таком логотипном стиле исполненный череп титанофона, который, кстати, находится в экспозиции Музея пермских древностей. Что же делать с ним? Ведь у него можно померить огромное количество характеристик. Его длину, высоту, размер зубов, диаметр глазного отверстия, диаметр носового отверстия и так далее. Сколько же в нем измерений? Какова же его размерность? Собственно, как же быть? Для ответа на этот вопрос в математике используется несколько иной подход, не столь наивный, как подсчет ширины, высоты, глубины. Этот подход имеет имя Хаусдорфа, так как предложил его как раз математик Хаусдорф. Размерность Хаусдорфа представляет собой уравнение вида S в степени D равно N. Давайте разберемся, что тут к чему. S это так называемый масштабный коэффициент, который определяет, во сколько раз изменили размер объекта. N это так называемый коэффициент покрытия, который определяет, сколько раз вот этот масштабированный, скажем, уменьшенный объект смог уместиться в оригинальном. А D это как раз и есть размерность. D в данном случае является показателем степени. Чтобы найти D, необходимо воспользоваться специальным математическим приемом, который, собственно, называется логарифмирование. И мы можем выразить D как логарифм по основанию S от N. Или отношение натурального логарифма N к натуральному логарифму S. Ну, это такая, в общем-то, математика старшей школы, и она достаточно проста. Это, в принципе, все можно посчитать на калькуляторе, если потребуется. Давайте попробуем применить вот это определение, эту формулу, к тем объектам, с которыми мы сейчас с вами имели дело. Во-первых, для нашего одномерного объекта, если мы уменьшим наш отрезок в два раза, окажется, что уместился он в своем изначальном размере тоже два раза. Отношение натурального логарифма 2 к натуральному логарифму 2 – это единица. Следовательно, мы таким образом через размерность Хаусдорфа подтвердили, что отрезок – это одномерный объект. Поехали с двумерным объектом. Уменьшим каждую его сторону в два раза. И получится, что умещается он в исходном объекте уже четыре раза. То есть, получается, имеем отношение натурального логарифма 4 к натуральному логарифму 2. Ну, это можно посчитать на калькуляторе, кто не знает свойства логарифма. Но в итоге получается 2. То есть, иными словами, 2 в степени 2 равно 4. И, соответственно, отношение логарифма 4 к логарифму 2 равно, соответственно, двум показателю этой степени. Ну, попробуем на чем-нибудь другом. Например, на треугольнике. Давайте его попробуем уменьшить, скажем, в три раза по каждой из сторон. И смотрим, сколько раз он у нас уместился. Насчитываем 9 таких раз. Отношение логарифма 9 к логарифму 3 опять дает нам двойку. То есть, 3 в степени 2, 3х3 – это 9. Соответственно, треугольник, как и квадрат, тоже двумерный объект. Ну, в общем, пока ничего странного. Это все вполне согласуется с нашим бытовым знанием, бытовым опытом. Попробуем на кубике поэкспериментировать. Если мы уменьшим кубик по стороне в два раза, сколько раз он у нас уместится? Давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, аж восемь раз он уместился в оригинале. Получается, отношение логарифма 8 к логарифму 2. И это равняется тройке. Два в третьей степени, то есть 2х2х2 – это будет как раз восемь. Хорошо, куб трехмерный объект. Ну, пока опять же ничего странного. Ну ладно, это все были простые формы. А если вернуться к нашему титанофону? Как оценить размерность Хаусдорфа для этого, достаточно сложного объекта? Мы, если сейчас будем пытаться его уменьшить и как-то уместить в большой его версии, ну, это, в общем, будет довольно сложно. И для этого в математике используется хитрый прием, который называется подсчет ячеек, или бокс-каунтинг по-английски. Что мы сделаем? Мы построим такую вот сетку поверх нашего объекта. Сетка имеет определенный размер ячейки. И, в принципе, чем этот размер будет мельче, тем лучше. То есть, чем ячейки будут более маленькими, тем лучше. Ну вот, какие-то мы здесь сделали, не очень на самом деле маленькие, но сойдет. И теперь мы для каждой ячейки можем проверить, задевает ли эта ячейка наш объект или не задевает. Давайте посчитаем теперь все ячейки, которые задевают наш объект. Их будет, ну, довольно-довольно-довольно много. И насчитали мы 196 штук. Можете проверить, если хотите. Теперь уменьшим наш объект в два раза, так же, как мы, в общем, уже делали. И снова построим такую сетку, и опять посчитаем ячейки, которые касаются объекта уменьшенного. Их будет поменьше, это ожидаемо. Их будет всего 49 штук. Опять же, можете проверить, посчитать вручную. Теперь школьная задачка. Сколько раз число 49 умещается в числе 196? Мы должны поделить 196 на 49. Мы получаем число 4. Соответственно, мы уменьшили объект в два раза и уместились его кусочки в исходном. Получается 4 раза. То есть, учетверенное число кусочков нашего титанофона маленького уместилось в нашем титанофоне большом. Имеем, опять же, отношение логарифма 4 к логарифму 2. Что равняется 2? Значит, наш плоский образ черепа титанофона имеет размерность 2. Ну, в общем, логично. И метод работает. То есть, размерность Хаусдорфа, получается, дает нам адекватные результаты, даже в том случае, когда мы вот так вот ширину, высоту, длину посчитать не очень-то можем. Ну, хорошо. Научились мы определять размерность. Замечательно. Дальше-то что? А теперь давайте немножечко пофантазируем. Что если возьмем мы отрезок? Просто обычный отрезок. Но дальше сделаем с ним кое-что необычное. Поделим его на три части. Дальше среднюю часть выбросим. И вместо средней части построим равносторонний треугольник. Вот так. Чтобы получился такой вот своего рода шип. Ну, очень простая, в общем-то, форма пока что. Но теперь этот шип у нас состоит из, по сути, четырех более маленьких отрезков. Каждый этот маленький отрезок в три раза меньше, чем исходный. Теперь, каждый этот маленький отрезок снова поделим на три части. Снова серединки выбросим и построим такие же шипы вместо этих серединок. Получили вот такую вот своего рода звездочку, окруженную двумя пирамидками. А теперь повторим то же самое снова и снова и снова и снова и так до бесконечности. Математика вообще очень любит понятие бесконечности. И в математике, в умозрительных построениях, сделать какое-то действие бесконечное число раз не составляет особо никакой сложности. То есть мы не должны прямо руками брать и делить, и делить, и делить до бесконечности. Мы просто сделаем такое допущение, что если мы сделали это действие бесконечное число раз. Что же получится в итоге? В итоге получится структура, которую, если мы теперь в три раза уменьшим, она уместится в исходной. Посмотрим, сколько раз. То есть в три раза она у нас уменьшена. То есть вот этот маленький кусочек имеет размер 1 треть от исходного. Но исходный был получен бесконечным количеством дроблений. Поэтому и любая его часть содержит бесконечное количество дроблений. Если мы бесконечность поделим на три, мы получим по-прежнему бесконечность. И получается, что вот этот маленький кусочек умещается в исходном четыре раза. Согласно формуле, которая дает нам размерность Хоусдорфа, мы логарифм четырех теперь должны поделить на логарифм трех. И мы получим на самом деле бесконечную непериодическую дробь, которая и будет определять размерность нашего таким вот хитрым образом построенного объекта. То, что мы получили, называется фрактал. От латинского слова «фрактус» – дробный. Собственно, дробный он, потому что у него дробная размерность Хоусдорфа. Вот как раз таки. То есть до сих пор все объекты, с которыми мы имели дело, имели целую размерность, выраженную целыми числами. А вот фрактал – нет. Фрактал оказался мало того, что дробной размерности, так еще и выраженной бесконечной непериодической дробью, трансцендентным числом, так называемым. Слово «фрактал» предложил Бенуа Мандельброд в 1975 году. Математик такой был. Он как раз задался вопросом «что если?». И вот получил структуру таких хитрых свойств. Он дал определение этому понятию. Фрактал – это структура, которая является самоподобной или приближенно самоподобной, и при этом обладает дробной размерностью. Давайте разбираться, какие же свойства имеет эта структура. Первое свойство этой структуры – возможность бесконечного зума. То есть мы можем увеличивать ее части до бесконечности без потери ее сложности. То есть каждая ее малюсенькая часть такая же точно сложная, как и весь фрактал целиком. То есть получается, что мы можем до бесконечности его увеличивать, рассматривать его все ближе и ближе, а сложность он терять при этом не будет. Кроме этого, он у нас на нашем экране занимает некоторую конечную площадь. Ну вот, например, рамкой обозначена. Но при этом длина его и количество углов в нем оказываются бесконечными. Почему опять же так? Да дело в том, что мы делили и делили и делили до бесконечности. Добавляли и добавляли все новые и новые шипы до бесконечности. При этом за пределы нашего вот этого вот квадратика мы не вышли, а вот длину нашей ломаной линии мы тем самым сделали бесконечной. Таким образом получается, что фрактал объединяет в себе конечное и бесконечное. Давайте посмотрим на это с немного прагматичной точки зрения. Если мы сейчас вот эту нашу структуру возьмем и скопируем три раза, выстроив вот таким вот треугольничком, мы получим что-то вроде снежинки или звездочки. Кстати говоря, полученный фрактал носит название снежинка Коха. Но не того Коха, которого палочка Коха, а математика Коха. Что же получается? Эта снежинка имеет ограниченную площадь, то есть конечную площадь. Это легко проверить. Вот, например, мы очертили эту площадь кругом. И, соответственно, площадь этого круга уж точно конечна. В этом, я думаю, сомнений ни у кого нет. Но периметр снежинки Коха оказывается бесконечен. Что это значит? Представьте себе, что в форме этой снежинки выстроен забор. Если мы пойдем вокруг этого забора по кругу, то мы сможем это сделать, обойти его за вполне конечное время. Но если мы пойдем к забору вплотную, парадокс в том, что тогда мы вынуждены будем затратить бесконечное время, сделать бесконечное число шагов, чтобы пройти по этому забору, выписав все его бесконечные повороты. Следующее свойство фрактала состоит в том, что он как бы не полностью принадлежит своему пространству. То есть он стремится заполнить собой какую-то область, но делает это лишь частично. Сейчас мы видим, как кривая Гильберта, а это еще один представитель фрактала, пытается заполнить собой некоторую площадь, и как будто бы ей это даже удается. Но если разобраться, если посмотреть на происходящее более детально, окажется, что структура эта всюду пустая. То есть, эта кривая имеет не нулевую длину, более того, бесконечную длину, но площадь, которую она собой заполняет, равняется нулю. Внутри этой структуры на самом деле всюду пустоты. Следующее свойство фрактала – это элегантность математической записи. Давайте рассмотрим на примере. Вот есть формула, очень простая, спрашивается, неужели из нее можно получить что-то сложное, неужели она задает нам фрактал. Но если мы визуализируем результат, мы получим вот такую конструкцию. Спрашивается, как так вообще? Настолько простая формула и такая сложная картинка в итоге. Причем, то, что мы здесь получили, как можно видеть, обладает всеми свойствами фрактала. То есть, мы можем его зумить до бесконечности, и будут проступать все новые и новые детали по мере того, как мы к нему приближаемся. Также эта конструкция имеет и дробную размерность. Спрашивается, в чем здесь соль? Где тут бесконечность в этой формуле? Как она получилась? Ну, первая хитрость состоит в том, что Q и C в этой формуле – это так называемые квотернионы, гиперкомплексные числа, это элементы высшей математики. Но, даже учитывая такую хитрость, формула, тем не менее, остается простой. А бесконечность получается ввиду того, что эта формула не простая, а рекуррентная. То есть, каждый следующий член цепочки получается через предыдущий. Здесь за шаг отвечает буковка И. Соответственно, каждый И плюс первый элемент получается через Итый. И вот если мы устремим их бесконечности, то мы и получим ту самую конструкцию, которую можно наблюдать. Ну хорошо, вроде разобрались, что такое фракталы, но спрашивается, какое отношение они имеют к природе вокруг нас. Может, это математики просто понавыдумывали себе что-то, чтобы было чем заняться, а к реальному положению вещей это никакого отношения-то и не имеет. Но нет, на самом деле имеет. На самом деле в природе они тоже присутствуют. Это, например, облака, или горы, или береговые линии и реки, или растения, достаточно фрактальные структуры. Представьте себе, например, дерево, у него есть ствол, от ствола идут ветви, а ветви это такие мини-стволы. Ветви, в свою очередь, могут тоже ветвиться, ну и на них уже потом появляются листья, которые, в свою очередь, у некоторых растений тоже вполне хитрой ветвистой формы. Или вот молнии, например. Или кровеносная система живых существ, в частности человека, тоже очень похожа на фрактальную структуру. Морозные узоры тоже фрактальны по своей природе. И некоторые живые существа сами по себе фрактальны. Да, это картинка живых существ, радиолярий, живых ископаемых. Это не какие-то фантастические чудовища, они реально существуют и существовали давным-давно. И живут до сих пор. Или вот, например, романеска брокколи, капуста, которую вполне можно съесть. Ммм, вкусненькая. А еще фракталы – это просто красиво. На сегодняшний день даже возникло целое направление в искусстве, так называемый «фрактал арт», где художники используют фракталы как средство художественной выразительности, как что-то, чем можно любоваться, как что-то, из чего можно создавать целые картины, целые миры. Самые яркие работы, на мой взгляд, принадлежат художнику Джулиусу Хорстаусу. Я очень рекомендую посмотреть с ним интервью и ознакомиться с его работами, они, в частности, выложены на YouTube, и ссылки будут в описании. И на примере этих работ хотелось бы рассказать о том, зачем могут применяться фракталы в жизни людей. Во-первых, фракталы могут использоваться для моделирования различных природных объектов, таких как облака, растения или ландшафты. Кстати, сам Джулиус Хорстаус говорит, что он не создает эти миры, он всего лишь находит их в математических соотношениях. Кроме этого, фракталы могут использоваться для генерации различных архитектурных орнаментов и даже генерации целых городов. Ну и, конечно, для создания различных визуальных эффектов массовых объектов и систем. Например, города, механизмы, целые биоцинозы, а может быть даже целые планеты. Хорошо, да, фракталы – это красиво, да, это искусство, но искусство на хлеб не намажешь. Есть ли у них какое-то практическое применение в науке и технике? На самом деле, да, есть и еще какое. Во-первых, анализ информации. На сегодняшний день возникло целое направление фрактального анализа, которое используется очень много где. Вот, например, в медицине. Есть у нас в мозгу такие клетки, микроглии и астроциты. И очень они ветвистые, и прямо чешутся руки посчитать у них фрактальную размерность. Посчитали, и выяснились очень интересные вещи. Во-первых, когда в структуре этих клеток растут пустоты, то это говорит о том, что клетки активируются, переходят из пассивного состояния в активное. Но больше того, у микроглии, например, если у них уменьшается фрактальная размерность, это говорит о том, что клетки переходят в гипертрофированное состояние, то есть становятся патогенными. А у астроцитов наоборот. О патогенности свидетельствует увеличение фрактальной размерности. Таким образом, фрактальным анализом снимков этих клеток можно сразу сказать о том, в каком состоянии они находятся и диагностировать болезнь. Далее, сжатие информации. У фракталов, как мы уже говорили, есть такое полезное свойство, что часть подобно целому. В математическом смысле это говорит о том, что часть содержит полную, ну или как минимум частичную информацию о целом. Применительно к реальным структурам, если эти реальные структуры обладают фрактальными свойствами, это означает, что мы можем сохранить только лишь часть и на основе этой части затем восстановить целое. С истинным фракталом мы ничего не сэкономим, потому что часть так же сложна, как и целое. Но во фракталоподобных структурах, которые как бы фракталы, а как бы и не до конца, мы можем сохранить только некоторый базовый их шаблон и математическую формулу. А мы уже обсудили, что математические формулы получаются достаточно короткими и элегантными. И применив эту математическую формулу к этому сохраненному шаблону, мы сможем восстановить более сложную объемлющую структуру. Далее. В материаловедении активно используются фракталы и понятия фрактальной размерности для описания свойств поверхностей. Вот здесь, например, приведена картинка из диссертации Юрия Брылкина, который защитил ее в 2017 году. И посвящена эта работа была как раз применению понятий фрактальной размерности к оценке свойств поверхностей. Мы можем определить, грубо говоря, насколько поверхность шероховата, насколько она испещрена мелким рельефом. И, соответственно, у более рельефных поверхностей фрактальная размерность будет выше, они будут, соответственно, ближе к фракталу, а более гладкие поверхности у них фрактальная размерность будет меньше. Таким образом, мы можем в числах оперировать рельефностью поверхности, производить математическое моделирование и так далее. Неожиданное применение фракталов – это так называемые фрактальные антенны. Антенны для радиоволн, например, для теле- и радиовещания. Обычная антенна предназначена для приема волн определенной частоты, и принимать по-хорошему может только их. Все остальные волны она будет принимать очень посредственно, достаточно плохо. Поэтому настройка антенны – это, вообще говоря, достаточно трудоемкая задача. И вот кто сталкивался с созданием антенн в домашних условиях, DIY-ных таких антенн, тот, наверное, испытывал определенные трудности в настройке. Ну а фабричные антенны, конечно, уже откалиброваны, но на определенную частоту. Если же мы воспользуемся фрактальным построением, вот есть у нас некоторая структура, рассчитанная на прием какой-то волны, какой-то частоты. Если мы теперь добавим зубцов на эту структуру, грубо говоря, то есть добавим ей сложного рельефа, то этот самый добавочный рельеф будет принимать волны уже другой частоты. А суммарно вот эта наша антенна, полученная таким построением, будет хорошо принимать уже два вида волн. Если мы теперь еще раз повторим наше разбиение и добавим еще зубцов, то мы сможем адаптировать нашу структуру для приема уже трех видов волн и так далее. То есть бесконечная фрактальная антенна, если бы она существовала, хорошо принимала бы абсолютно все виды волн. Но на практике, конечно, абсолютно фрактальная структура невозможна, тем не менее, определенное приближение все-таки возможно. И такие фрактальные антенны активно используются в современной мобильной технике. Такие антенны используются, например, в сотовых телефонах. Дело в том, что сотовый телефон для своей работы требует волны самой разной частоты. Например, голос передается на одной частоте, данные, когда вы сидите в интернете, на другой частоте. И нужно, чтобы антенна, обладающая малым размером, могла работать на всех этих частотах хорошо. А фрактальная антенна, как мы с вами уже обсуждали в свойствах фрактала, занимает мало места, но при этом обладает очень сложной конфигурацией, за счет чего ей удается ловить все требуемые волны. Но в технике, на практике фракталы используются лишь в своем приближенном виде. То есть не истинные бесконечные фракталы бесконечной глубины, а только фракталы до определенного шага. Например, в природе, если мы рассмотрим какую-нибудь, да ту же самую капусту, она, да, обладает фрактальной структурой, да, она сложна, но если мы на нее под лупой посмотрим, все равно она в какой-то момент свою фрактальность, свое самоподобие потеряет. Спрашивается, а есть ли на самом деле настоящий фрактал, хоть один? Есть гипотеза о том, что да, он существует, и это вся природа вместе взятая. Вся наша Вселенная, если внимательно на нее посмотреть, обладает фрактальными свойствами, по крайней мере, может ими обладать. На сегодняшний день доподлинно это неизвестно, но мы знаем, что мы можем очень сильно отзумить вид нашей Вселенной и увидеть сначала планетарную систему, затем скопление звезд, затем галактику, затем скопление галактик, затем скопление скоплений, так называемый кластер галактик и так далее, до очень-очень широких пределов, как минимум, видимой Вселенной. Но и с другой стороны мы можем начать приближать. Мы можем посмотреть на вещество, затем на его структуру, то есть на молекулярную, затем атомарную структуру, затем будут элементарные частицы, затем будут сверхэлементарные частицы, затем, наверное, будет что-то еще. Физика на сегодняшний день вплотную подошла к этой черте, но еще не пересекла ее. Конечно, здесь большой простор для творчества фантастов, но современная физика на пике своем, в общем, уже очень близко подошла к тому, что еще вчера мы называли научной фантастикой. Ну и существует такой проект, называется он Millennium Simulation, сотрудники которого в 2005 году построили модель Вселенной, именно модель, не данные с телескопов, а математическую модель распределения вещества во Вселенной. И получилась вполне себе красивая, впечатляющая фрактальная структура. Так что вот, может быть, мы с вами живем внутри гигантского, бесконечного фрактала. Ну, а пока вы сидите дома, можете поизучать мир вокруг, поискать фрактальные структуры вокруг себя, пофоткать их, а фотки отправляйте в группу Музея Пермских Древностей. Всем пока!